В течение двух дней в рамках десятых сытинских чтений краеведы, историки, музейные и архивные работники, археологи, педагоги делились друг с другом новыми результатами своих исследований, открытиями и находками в области археологии, истории и культуры Симбирско-Ульяновска. В конференции приняли участие 90 ученых и исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Казани, Белгорода, Челябинска, Балакова. В этом году решили объединить две конференции – малые сытинские чтения и большие сытинские чтения. Мы пригласили учителей, разработав такую тему проблемы отечественной, региональной истории в музейных и педагогических практиках. И, к счастью, к нам поступило очень много заявок от педагогов. История сытинских чтений начинается с осени 2002 года. Тогда на ученом совете Музея-заповедника «Родина Ленина» было принято решение проводить ежегодные научные конференции, посвященные памяти Сергея Сытина. Сергей Львович Сытин – ученый, доцент кафедры всеобщей истории педагогического университета, краевед, посвятил всю свою многолетнюю жизнь изучению и популяризации истории Симбирского края. Он внес большой вклад в создание, становление и развитие Музея-заповедника. С 2006 года сытинские чтения вышли на всероссийский уровень и вот уже второй раз проводятся в международном статусе. Одним из участников конференции стал гость из Соединенных Штатов Америки Юрий Чудин, уроженец Ульяновска. В настоящее время я проживаю далеко в городе Нью-Йорке, занимаюсь журналистикой, краеведением. И сюда я приехал с докладом «Люди и судьбы. Ульяновский рабфак. 1937-38 учебный год». Это результат моей примерно двухгодичной работы в архивах Ульяновска и не только Ульяновска, с разнообразными источниками по истории Ульяновска. А почему вы эту тему выбрали? Эту тему я выбрал случайно. В годы, еще в мои студенческие годы, это конец 80-х годов, мне попали воспоминания одного белорусского историка Николая Улащика. И некоторые эпизоды его воспоминаний были посвящены его жизни в городе Ульяновске в 1937 году. И у меня было желание такое, меня заинтересовали эти воспоминания, у меня было желание как бы сопоставить и как-то дополнить по возможности вот эту его жизненную историю, проверить некоторые факты, изложенные им. В этом году в рамках сытинских чтений второй раз присуждается премия имени Сергея Львовича Сытина с премиальным фондом в 95 тысяч рублей. В главной номинации за выдающиеся заслуги в области региональной истории премию получила заведующая отделом природы Ульяновского областного краеведческого музея Дарья Карепова. Лауреатами двух других премий стали Людмила Ивашкина, заведующая отделом редкой книги Дворца книги, и Иван Сивопляс, научный сотрудник музея-заповедника Родина Ленина. Премию за лучшую школьную работу получил суворовец Амин Шайдулин, который увлекся исследованиями жизни командарма Тухачевского. Премию в номинации за лучшую студенческую работу завоевала Светлана Костина. Вообще я увлекаться краеведением стала уже очень давно, еще со школы. Участвовала, как вы сказали, в малых сытинских чтениях, сейчас уже во взрослых. А привлекло меня к изучению краеведения интерес моего отца, потому что благодаря ему я продолжаю вместе с ним исследования. Он мой бессменный научный руководитель Николай Михайлович Костин, который поддерживает меня, помогает во всем. И его любовь к краеведению, конечно, не могла не передаться и мне. По итогам работы конференции будет издан научный сборник, куда войдут полные тексты выступлений и поступившие в оргкомитет материалы. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.